9 сентября в 4 часа по всей стране выходим на видео. Садитесь, пожалуйста. Да-да-да. Это была еще одна попытка Алексея Навального напомнить всем, что надо выходить на улицы российских городов в ближайшее воскресенье. Но сам Алексей не будет принимать участие в акции против повышения пенсионного возраста в России. Мосгорсуд оставил Алексея Навального под арестом, признав решение ниже стоящей судебной инстанции легитимным. По версии властей, оппозиционный политик нарушил закон, участвуя в несогласованной протестной акции 28 января этого года под названием «Забастовка избирателей». Жулики и воры 5 минут на сборы! Жулики и воры 5 минут на сборы! Жулики и воры 5 минут на сборы! Позиция Навального и его защиты не изменилась. Оппозиционер не являлся организатором и заявителем акции. Следовательно, не нарушал никаких законов и не может привлекаться судом, а тем более быть заключенным под стражу. Говорят о том, что он был организатором. Закон четко определяет, кто такой организатор. Организатором этого мероприятия он не был, потому что он им просто даже и не может быть, подавать уведомления. У него нет права, поскольку ранее он судим. Организатором совершенно очевидно, что он не является. Если мы говорим о правовых каких-то моментах, то осуждать его за это нельзя. Тем не менее, суд и первой, и второй инстанции указал, что он организатор, поэтому он должен сидеть 30 суток. Идея акции «Забастовка избирателей» родилась после того, как Центр избирком отказался регистрировать Алексея Навального как кандидата в президенты России. На оппозиционера зимой составили протокол о задержании, а затем отпустили на свободу. Но на скамье подсудимых политик оказался в конце лета. Тверской районный суд Москвы 27 августа постановил 30 суток административного ареста по статье «Нарушение правил проведения массовых мероприятий». Защита подала апелляцию, однако вышестоящая инстанция в лице Мосгорсуда оставила Навального под стражей. Так бы, конечно, было очень тяжело работать адвокатом в нашей стране, но поскольку есть европейский, то хотя бы там мы получаем моральное удовлетворение. С нашей правовой позиции Европейский суд соглашается. Европейский суд уже неоднократно признавал нарушение прав Навального, которого задерживают за участие в митингах. Алексею Навальному предстоит находиться за решеткой еще 20 дней. Политик убежден, что его задержание и арест связаны с предстоящей акцией против повышения пенсионного возраста, которая запланирована по всей России на 9 сентября этого года. Мумиша Киров, Радио Свобода, Москва. Субтитры создавал DimaTorzok